Утром во вторник в российских школах стартовал марафон открытий федеральной сети центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В нашем регионе 12 сельских школ стали участниками этого проекта. Что из этого получилось, Станислав Воскресенский оценил на примере Иванковской средней школы Фурмановского района. Первым делом проверил скорость интернета. Оказалось, ниже заявленных стандартов. В селе не всегда есть такое оборудование. Далеко не всегда, к сожалению. Фактически ребята здесь будут чувствовать себя так же и будут иметь доступ к знаниям. Точно не хуже, а может быть даже и лучше, чем жители крупных городов. Но сейчас на чем важно сосредоточиться? Оборудование – это важно. И, конечно, я думаю, что это действительно такой совсем другой уровень материального обеспечения школы. Важно его наполнить содержанием. То оборудование, которое есть, и 3D-принтер, и компьютер, и виртуальная реальность, важно наполнить действительно таким качественным образовательным процессом. Чтобы это были не столько игрушки, сколько действительно средства получения лучших знаний, значит, средства вложения в себя, получения хороших профессий. Что такое «Точка роста»? Это образовательный центр внутри школы в отремонтированном помещении с новым компьютерным, медиаоборудованием и тренажерами. По сути, учащиеся встают из-за парт, больше практикуются и общаются между собой. В Иванковской школе с учетом появления «Точки роста» скорректированы программы по УБЖ, технологии и информатике. Кабинет информатики, а теперь он у нас называется помещение для формирования цифровых и гуманитарных компетенций, с помощью современного высокоскоростного компьютерного оборудования. С ребятами удастся выполнить модели в 3D-графике, провести промышленные дизайны, ну и освоить новый для нас в этом году 3D-принтер. Тоже является для нас такой уникальностью. Для нас также и удача, что у нас теперь есть возможности применения виртуального шлема. Виртуальный шлем – это совсем не игрушка. Он поможет попробовать себя в разных профессиях, например, потушить виртуальный пожар в максимально реальных условиях. Также появились возможности для дополнительных занятий робототехникой и шахматами. В ближайшие годы запланировано создание еще 60 таких центров в сельских школах области.